Эти школьники выбрали делом жизни медицину и на некоторых из них уже возлагают большие надежды. Поучаствовав в проекте «Медицинский кадровый резерв-22», ученики школ не только улучшили портфолио, но и сделали первые шаги для трудоустройства. Проект помог мне понять, подхожу я или нет к профессии медика. Но я принял решение, что подхожу. Приятно слышать положительные отзывы и прежде всего намерение у ребят, которые завершили этот проект, о том, что они готовы уже рассматривать вариант заключения целевого договора на обучение в нашем колледже со стороны центральной районной больницы Алиска. Проект проходил на базе Барнаульского медколледжа. Здесь выпускают средний медперсонал, которого остро не хватает. Краю требуется 1920 сотрудников. 1200 из них, по данным Минздрава, край потерял за два года пандемии. Речь и об учреждениях дальних сел и края. Так, в диагностический центр нужно 11 фельдшеров-лаборантов. На старте проекта кадрового резерва было 20 участников. Финишировали двое. Конечно, в масштабах всего здравоохранения, может быть, здравоохранения у тайского края – это не такая большая цифра, может, применимо к нашему району, к Олейскому району. Пусть даже будет и два человека являются потенциальными будущими нашими медицинскими работниками, фельдшерами. В марте в соцсетях появилось анонимное письмо студентов медколледжа с жалобой на слабую образовательную программу. Некоторые школьники после этого задумались, куда именно поступать. Но другие студенты заявляют, что им получать знания ничего не мешает. Как я считаю, это люди просто были не заинтересованы в учебе. И в первую очередь это зависит от тебя. Если ты хочешь учиться, ты будешь учиться. Если ты не хочешь, ты просто будешь жаловаться. У меня многие одногруппники работают так же. И в лечебных учреждениях они успевают учиться и там получать знания, и здесь получать знания. В списке самых нуждающихся в среднем медперсонале десяток районов – Панкрушихинский, Крутихинский, Куринский. Обеспеченность кадрами там на уровне 70%, ниже – в Славгородском, Белокурихе и Равом. Кстати, большинство студентов уже знают место своей будущей работы. Способствуют этому и меры поддержки. Ребята, уже узнав о том, что они будут иметь дополнительные выплаты к заработной плате, после того, как будут иметь статус молодого специалиста, они больше ориентированы на то, чтобы остаться работать именно в Алтайском крае. Проект кадрового резерва для школьников планируют продолжать и расширять его географию. В этот раз в нем участвовал Олейский район. Но, по словам Бондаренко, активность самих муниципалитетов – еще один фактор решения проблемы кадров. София Цинкова, Вадим Быстревский, День с толком. Дышать по всему очереди.